Добрый день, уважаемые друзья, уважаемые коллеги. Сегодня мы проводим очередное заседание законодательного собрания. Нам с вами традиционно необходимо провести поименную регистрацию. Я сейчас буду, как мы с вами уже это делали, называть поименно каждого депутата, как бы приглашая на трибуну. Вы нажимаете окошечко на приглашение и подтверждаете свое присутствие. Хорошо. Еще разочек покажите, где это делается. Хорошо. Александров Вячеслав Олегович. Ой, Ольгу Николаевну нажал. Александров Вячеслав Олегович. Еще раз. Александров Вячеслав Олегович. Добрый день, Владимир Николаевич. Добрый день. Как слышно? Все хорошо, спасибо. Да, Алтухов Иван Павлович. Тема работает нормально. Хорошо, Владимир Павлович. Шантов Павел Генрихович. Так, Павел Генрихович. Доброе утро. На месте. Нормально. Хорошо, спасибо. Бирюков Сергей Евгеньевич. Здравствуйте, Владимир Николаевич. Здравствуйте, коллеги. К работе. Гаврила Инна Евгеньевна. Я вас слышу, я вас хорошо. Хорошо, спасибо. Гаврила Ларисы Александровны. Добрый день, Владимир Николаевич. А я это все хорошо. Лариса Александровна, да. Ну что-то у вас немножко поскрепывает там такое. Емельянова Лариса Николаевна. Да, слышу вас. Здравствуйте. Добрый день. Каин Фроман Валерьевич. Добрый день, коллеги. Владимир Николаевич, к работе готов. Спасибо. Казаков Сергей Валентинович. Казаков Сергей Валентинович. Скорее бы вернуться в зал. Уже надоело это ВКС. Я считаю, пора уже. Картохин Ильич, Казаков Юрьевич. Спасибо. Добрый день, Владимир Николаевич, уважаемые коллеги. Готов к работе. Спасибо, да. Добрый день, Кирюхина Ирина Михайловна. Добрый день, Владимир Николаевич и коллеги готовы. Корнишов Сергей Викторович. Добрый день, Владимир Николаевич. Добрый день, Сергей Ильич. Качеля Иван Юрьев. Добрый день, к работе готова. Добрый день, Лаврищева Елена Евгеньевна. Вас не слышно, Елена Евгеньевна. Добрый день, добрый день. Да, хорошо. Лашманов Игорь Викторович. Добрый день, Владимир Николаевич, добрый день, коллеги. Слышно вас хорошо. Да, Максюхов Михаил Юрьевич. Здравствуйте, Владимир Николаевич. Коллеги, к работе готов. Маринин Андрей Владимирович. К работе готов, здравствуйте. Здравствуйте, Нефёдов Александр Левьянович. Добрый день, Владимир Николаевич, добрый день, уважаемые коллеги. Добрый день, Ройна Наталья Геннадьевна. Добрый день. Добрый день, Рашкова Дмитрия Анатольевича. Добрый день, Владимир Николаевич, добрый день, Маржин Анатольевич. К работе готов. Русаковский, Алексей Михайлович. Добрый день, к работе готов. Добрый день. Серебров Вадим Анатольевич. Добрый день, Владимир Николаевич, уважаемые коллеги, к работе готов. Добрый день. Сидорко Антон Сергеевич. Добрый день, уважаемые коллеги. Добрый день. Смирнов Петр Анатольевич. Добрый день, уважаемые коллеги. Усов Андрей Александрович. Добрый день, Вадим Николаевич. Добрый день, уважаемые коллеги. Добрый день. Фатеев Андрей Викторович. Готов. Филимонова Наталья Сергеевна. Добрый день, Вадим Николаевич. Добрый день, коллеги. Все слышно. Федоров Юрий Матвеевич. Добрый день, коллеги. Добрый день. Хабибуллин Шамиль Рафаэль. Шамиль Рафаэль. Да, здравствуйте. Коллеги Солидарин с Казаковым. Хотим в зал. Идите. Хабибуллин Шамиль Рафаэль. Вы прошу прощения. Цыганский Александр Васильевич. Добрый день, Вадим Николаевич. Добрый день, коллеги. К работе готов. Добрый день, Светлана. Криво. Так, Чижов Олег Александрович. Криво. Хорошо. Добрый день, готов. Шатохин Павел Михайлович. Добрый день, Владимир Николаевич. Уважаемые коллеги, слышу и вижу хорошо. К работе готов. Спасибо. Шевченко Максим Леонардович. Максим Леонардович не слышно и не видно. Максим Леонардович. Максим Леонардович пока не подключается. У нас Клюев подошел еще, Антон Вячеславович. Давайте тогда пока Клюев, Антон Вячеславович. Антон Вячеславович. Не слышно, не слышно, Антон Вячеславович. Микрофон у вас отключен. Микрофон включите. У вас отключен микрофон, Антон Вячеславович. Видимо, и динамик тоже отключен. Не слышно. Тогда позвоните Антону Вячеславовичу и позвоните. Сейчас еще раз попробуем Шевченко включить. Так, Максим Леонардович, Шевченко еще раз. Максим Леонардович, позвоните, пожалуйста. Коллеги, корм у нас есть. Начинаем работу. Тогда Клюев и Шевченко. Может, Шевченко у нас подключается. Позвоните Максиму Леонардовичу, чтобы он подключился. Тогда, уважаемые коллеги, кворум у нас имеется. Значит, у нас по результатам голосования присутствует... Сколько у нас человек присутствует? Коллеги, вы не считаете, сколько человек присутствует? Должно быть, или сколько присутствует? Сидите, смотрите. Значит, 33 человека у нас присутствуют, коллеги. Очередное заседание законодательного собрания является открытым. У нас сегодня заседание в режиме видеоконференции принимает участие Хохлова Ольга Николаевна, член сайта федерации. Пронежкин Александр Юрьевич, тоже член сайта федерации. Кацай Игорь Александрович, федеральный инспектор. В Владимирской области Куликова Ирина Валентиновна, представитель счетной палаты Владимирской области, представитель губернатора Владимирской области Боссен Харченко, Анкадий Александрович, заместитель губернатора, и Романова Людмила Варейна, полномочий и правом человека Владимирской области. Для работы, коллеги, нам с вами необходимо утвердить повестку дня заседания. Проект у вас имеется, и то, что принять его за основу, прошу голосовать. Идет голосование. Коллеги, помните, как голосовать, да? Реакции. В реакции заходите, находите ЕС. ЕС – это да, ноу – нет. И воздержался, значит, оранжевая такая рука-ладонь. Значит, 32 за, против воздержавшихся – нет. Коллеги, пожалуйста, изменения, дополнения в повестку дня. Нефедов Александр Людьянович, пожалуйста. Уважаемый Владимир Николаевич, прошу включить в повестку дня заседание два следующих вопроса. Первый. О проекте Закона Владимирской области, внесении изменений ст. 7 и 14 Закона Владимирской области об административных правонарушениях. Второй вопрос. Проекте Закона Владимирской области, внесении изменений в Закон Владимирской области по уполномоченным по правам человека в Владимирской области. Он у нас принят в первом чтении. Спасибо. Коллеги, еще предложение. Хабибуллин, Шамиль Вафаэльич, пожалуйста. Да, Владимир Николаевич, просьба в разном включить вопрос о происходящей ситуации в Камешковском районе, где сейчас, по сути, действующий совет хочет принять решение за своих будущих коллег. Действующий глава администрации не доработал свой срок и достаточно шел в отставку с намеком переизбраться на следующую пятилетку. Ну, извините, уважаемые товарищи, такой прецедент стоит под вопрос вообще весь институт выборов. Если так можно было, я думаю, все бы главы администрации решили бы переизбраться и во Владимире, и во всех городах. Поэтому этот вопрос нужно, считаю, серьезно обсудить, принять какие-то меры, чтобы такого у нас не происходило. Спасибо. Хорошо. Коллеги, есть еще дополнение предложения в поездку дня? Да, Дмитрий Анатольевич Рожков, пожалуйста. Добрый день, Владимир Николаевич, добрый день, уважаемые коллеги. У меня в разном вопрос о посещении депутатами заказательного собрания постоянных комитетов. Хорошо, спасибо. Коллеги, есть еще предложения? Нет предложений? Тогда, пожалуйста, по мере поступления. Нефедоров Александрович, вопрос. Вопрос о внесении изменения в закон Владимирской области о полномочном правом человека Владимирской области. Он у нас принят в первом чтении, коллеги. Есть предложения? Есть вопросы? Да, пожалуйста, Максим Леонардович, вопрос. Максим Леонардович, у вас что-то со связью, у вас, что у нас, он подключается, не подключается? Позвоните ему, пожалуйста. Есть вопрос? Нет вопросов? Тогда приходим к голосованию. Идет голосование. Задан вопрос. Позвоните, Шевченко-то. Да, я. Да, я. 34 за, против и сдержавшихся нет. Следующий вопрос. О внесении изменений в статье 7 и 14 закон Владимирской области о административных правонарушениях Владимирской области. Вопросы есть? Вопросов нет. Кто за? Прошу голосовать. Идет голосование. Сейчас, простите, связь, какие-то проблемы были со связью. Я просил бы выступить в разделе «Разное» по заявлениям, которые ЦК КПРФ... У нас голосование пока идет. А, голосование, извините. Конечно, мы сейчас сейчас голосование. А, град мы еще не обсуждаем, да, Владимир Николаевич? Пока нет. Но учитывая то, что вы отключились, давайте дадим вам возможность... Вернее, не подключились еще. Дадим вам возможность сейчас предложить свое предложение. Нас пока еще... Спасибо, Владимир Николаевич. Хорошо. Пока голосование. Так. 33 за, против, нет, воздержавшийся, нет. Коллеги, следующий вопрос. Хабибуллин Шамиль Рафаевич, ситуация в Камешковском районе в раздел «Разное». Пожалуйста, вопросы, коллеги. Шамиль Рафаевич. Шамиль Рафаевич, вы сказали, что мы можем пообсуждать и принять какое-то решение. А какое решение мы можем с вами принять по этой ситуации? Ну, например. Владимир Николаевич, не знаю, потому что ситуация проживала только все. Вчера, по сути, действительно же ставит под вопрос весь институт выборов. Зачем... У меня никакого понятия. Полномочия законодательного собрания, какие? Какие полномочия законодательного собрания, что мы можем, как мы можем повлиять на ситуацию в органе местного самоправления? Мы запретим ему, что ли, этому, главе, ухранить в отставку или что? Нет, Владимир Николаевич, тут вместо конкурсной комиссии, которая там работает, внесли изменения в положение. То, что комиссия принимает решение не двумя третями, как все это везде происходит, а 50 на 50. Поэтому мы вообще просим нашу юридическую службу дать правовую оценку таким действием. Потому что, по нашему мнению, если бы это было действительно возможно, все бы главы переизбрались так. Ну, это же действительно так. Новый совет должен работать с тем главой, которой они доверят, с кем ему работать. Это очевидно. Сейчас мы попросим правовую службу. Вы еще раз сформулируете проблему. Сейчас вот у нас начальник правовой службы здесь находится. Сейчас он даст ответ на этот вопрос. Хорошо, сейчас. Тогда я должен отключиться. У нас такая... Здравствуйте, уважаемые депутаты. В соответствии со 131 законом, 131 ФЗ, Совет вправе принять такое решение. Каким количеством голосов принимается решение. Хорошо, Сергей. Еще вопросы к Шамиле Рафаэльовичу есть? Владимир Николаевич, а вот... Вопросы к Шамиле Рафаэльовичу. Антон Сергеевич вопрос хочет задать. Пожалуйста, Антон Сергеевич. Да, меня слышно. Да, я слышно. Да, ну, скажем, сформулирую в рамках вопроса. Шамиле Рафаэльович, а не считаете ли вы правильным, что помимо правовой оценки должна быть дана оценка моральная в том числе, поскольку уходящие депутаты, которые не факт, что будут поддержаны народом, избирателями, и которые не факт, что изберутся, сегодня будут, по сути, выбирать нового главу на 5 лет. Есть ли у них такое моральное право? Да, я считаю, что, естественно, такого морального правого действующего состава народных депутатов нет, даже исходя из того, что действующие депутаты, во многом из них, не идут на следующие выборы. Данная информация в открытом доступе в ТИКе имеется. Естественно, я когда это говорил, новый состав должен определить, с кого они наймут на работу главой администрации района. Это зависит от депутата, в котором работают следующие 5 лет. Хорошо, спасибо. Сергей Матимирович, у вас вопрос, да, пожалуйста? Да, да, да. Скажите, пожалуйста, вот вы, наверное, готовились к этому вопросу. Там в уставе написано, что глава избирается на срок работы совета, либо не менее там двух лет назначается, вот у них как-то уставе Камешковского района. Вот у них именно так звучит, да? То есть глава избирается на срок, я имею в виду глава администрации района, на срок совета, но не менее, чем на два года. Да, и вот это вот интересно, если вы анализировали, вот этот момент, он, так сказать, законен. Получается, что человек может там в последний день, ну там месяц уйти в отставку, успеть назначиться, и два года, как минимум, он еще проработает уже с новым составом совета. То есть, хотя назначен был. Хорошо, понятно, спасибо. Вопрос. Шамик Юрьевич, вы ответили на вопрос, да? Да, Владимир Николаевич, мне тоже сложно отвечать, потому что я не руководитель юридической службы, а хоть имею юридическое образование. Возможно, в этом вопросе бы мы просили нашу юридическую службу дать оценку именно не изменению положения их комиссии, а вообще этой данной процедуры. Хорошо, Шамик Юрьевич, давайте так, мы с вами все в какой-то степени юристы, но мы на заседании законодательного собрания не сможем дать правовую оценку. Правовую оценку можно дать, во-первых, прокуратуру только такую, так скажем, достаточно весомую. Она трактует у нас законы. Это первое. Окончательную правовую оценку дает суд, и мы с вами вот при всем желании не сможем дать. Моральную оценку, наверное, можем дать, правовую, вряд ли, конечно. Хорошо. Владимир Николаевич, моральную оценку, вы же со мной, это наши коллеги, предмосковные. Хорошо, хорошо. Максим Леонардович, Евченко, вопрос, пожалуйста. Я хотел бы поддержать Владимира Николаевича Шамиля Рафаилевича. Вопросы пока, Максим Леонардович, мы вопросы задаем пока. Вопросы задаем. Вопросы, конечно. Вопросы, пожалуйста. Роман Валерьевич, вопрос у вас? Да, Роман Валерьевич, вопрос, пожалуйста. Нет, Владимир Николаевич, у меня предложение. Не, вопросы, коллеги. Вопрос пока. Вопросов нет больше? Нет вопросов. Пожалуйста, предложение. Максим Леонардович первый был. Давайте Максим Леонардовичу дадим слово. Владимир Владимирович, спасибо большое, уважаемые коллеги. Я хотел бы выступить в разделе «Разное», проинформировать депутатов ЗАГС Собрания. Максим Леонардович, немножко вы это, мы сейчас по Шамилю Рафаилевичу сначала давайте закончим, потом уже тогда... Мы со связью просто тут, да. Хорошо, давайте тогда сейчас, Шамилю Рафаилевич, пожалуйста, предложение. Тогда по Шамилю Рафаилевичу я хочу выступить следующим образом, Владимир Николаевич. Я прясно понимаю, что мы не можем давать юридическую оценку, но сама ситуация вопиющего совершенно нарушения норм Конституции, демократических прав граждан, и такое желание власти, которое демонстрируется нам в Камешковском районе, мне кажется, вынуждают ЗАГС Собрания Владимирской области все-таки какой-то оценки политической, если угодно моральной оценки, а морали здесь речи не идет, но хотя политической оценки да, потому что это создает крайне опасный и неприятный прецедент не только для региона, но и для страны в целом. И, безусловно, это будет иметь очень большой негативный резонанс на федеральном медийном уме. Спасибо. Спасибо. Хорошо, коллеги, еще предложение. Да, Антон Сергеевич, пожалуйста, Сударков. Да, коллеги, предложение все-таки поддержать, в общем-то, инициативу депутата Хабибулина и дать ему право выступить в разделе разное по той простой причине, что действительно, если мы сегодня не дадим нашу оценку, будь то моральную, политическую, мы потом можем натолкнуться на следующую картину, когда и прочие главы, главы администрации, а в этом году их будет избираться, в общем-то, большое количество, могут пойти на такие же, я бы сказал, непопулярные шаги и переизбираться за счет тех депутатов, которые, в общем-то, не будут даже в дальнейшем отвечать за данных избранных глав администрации, поэтому прошу поддержать вопрос. Хорошо, коллеги. Еще предложение есть? Да, Алтухов, Ван Павлович, пожалуйста. Я предлагаю не поддерживать эту инициативу, и вот почему. Здесь все заявляют, что этот вопрос политический. Так политический вопрос и выносите на свои фраг, на своей партии. То есть я тут не вижу никакого противоречия действующему законодательству, а, так сказать, дестабилизировать ситуацию и опять заниматься предвыборным популизмом, думаю, сегодня неуместно и некрасиво. Хорошо, коллеги. Предложение. Пожалуйста, Сергей Валентинович Казаков. Предложение. Нет, Кавинов, Роман Валерьевич, пока. Да, уважаемые коллеги, я просто предлагаю не вносить в повестку дня вопрос в разный, просто по той простой причине, что мы фактически его уже обсудили в ходе внесения повестки. Просто во второй части, в конце заседания опять говорить то же самое, что сейчас коллеги уже сказали, что это морально, либо аморально. Правовую оценку совершенно верно. Игорь Валентинович сказал, что мы сейчас с вами не один, то есть нужно подготовиться. Насколько я знаю, что 31 федеральный закон, такая конструкция, которая сейчас происходит в Комиссарском районе, она может быть. И мало того, у нас в ряде территорий есть так называемые переходящие главы, то есть в том случае, когда досрочно, когда главы складывали полномочия, есть у нас ситуации, когда глава назначена по конкурсу предыдущим советом, и его полномочия еще не истекли, а уже, ну, в частности, в Гороховецком районе, в прошлом году назначили главу администрации района, вот, у него полномочий два года. То есть совет избирается, но он примет решение только через год, когда истекут полномочия действующего главы, поэтому, ну, в общем-то, обсудили вопрос, давайте не будем его вносить в повестку. Спасибо. Хорошо, коллеги, Клюев Антон Вячеславович предложил. Да, коллеги, добрый день, слышно меня сейчас? Да, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста, слышно. Да, спасибо. Спасибо, добрый день. И я бы хотел поддержать Шамиля Рафаевича, и все-таки, чтобы он с этой информацией выступил. И хотелось бы еще услышать позицию администрации Владимирской области. У нас сегодня губернатора, как я полагаю, нет, он в отпуске, да? То есть пусть нам объяснят, собственно, по этому вопросу и со стороны администрации Владимирской области. Хорошо, спасибо, Антон Вячеславович. Казаков Сергей Валентинович, пожалуйста. Да, уважаемые коллеги, я тоже поддерживаю внести этот вопрос в повестку дня, потому что такой прецедент явно создается, нехороший. Поэтому я предлагаю потом прокуратуру еще обратиться в областную, которая, ну, на мой взгляд, должна проверить вот после нашего обсуждения все-таки законность этих действий, вот этот такой стремительный уход в отставку. Почему мы отключили-то? Алло. Сам отключился, Евгений Валентинович. Вас мы отключаем. Извините. Пожалуйста. Поэтому я предлагаю все-таки включить этот вопрос и, в общем-то, посмотреть, можем ли мы законами области все-таки такой прецедент исключить. Я понимаю, там какие-то, может, здоровье или что-то там случилось, человек уходит в отставку, а тут уходит в отставку, чтобы переизбраться еще раз. Это вот нехороший прецедент. Поэтому я предлагаю поддержать. Спасибо. Хорошо, Александр Михайлович. Пожалуйста, коллеги. Да, Владимир Николаевич, можно еще небольшую реплику? Да, пожалуйста, пожалуйста. Последний с пол. Хотелось еще вкратце и добавить. Понимаю, что мы сейчас только обсуждаем повестку, а не сам вопрос. Вторное выступление. Да. У нас, по сути, не осталось выборов глав прямых. Осталось только в Муроме. И такими прецедентами, такими действиями действующая власть, по сути, отодвигает выборы главы от прямого участия наших избирателей. Новые избиратели придут, доверят свои голоса депутатам. Может быть, этот совет весь полностью перезберется и на переназначение Курганского вопросов такого не имеем. Мы решительно против вступаем в целом о такой схеме переизбраться перед выборами. Спасибо. Хорошо, Александр Михайлович. Понятно. Спасибо большое. Так, коллеги, есть предложение проголосовать? Кто за предложение? Шамиль Рафаилевич. Прошу голосовать. Идет голосование. Так, сколько нам надо набрать? Больше половины присутствующих. Значит, 18 должно быть за, 11 за, 16 против, 7 издержалось, не проходит. Следующий вопрос. Вернее, у нас Шевченко Максим Леонардович, давайте дадим ему возможность выступить, он какое-то предложение тоже хотел сделать. Максим Леонардович, вы хотели предложить, чтобы вас не могли вовремя подключиться, да. Спасибо большое, слышно меня видно, все хорошо. Да, слышно. Уважаемые коллеги, прошу включить в поездку разные заявления обкома КПРФ и фракции КПРФ по ситуации с совхозом имени Ленина и фактическому политическому уничтожению. Это кандидата в президенты на президентских выборах 2018 года Павла Грудинина. Хорошо, спасибо, Максим Ильич. Тогда сейчас обсудим ваш вопрос. Рожкова Дмитрия Анатольевича, пожалуйста. Вопрос о посещении депутатом заседаний Постоянного комитета по аграрной политике, пользуясь экологией, включить вопрос разный. Вопросы Крашкова Дмитрия Анатольевича. Да, пожалуйста, Шамиль Рафаэльевич. А, Дмитрий Анатольевич, подскажите, а с чем связан этот вопрос? У нас, в принципе, мы хотели тоже адментичный вопрос поднять, чтобы вернуться к очным заседаниям комитетов. А у вас, вы хотите вопрос поднять из того, что какие-то депутаты не посещают заседания? Да, да, да. Шамиль Рафаэльевич, совершенно верно. Я хочу поднять этот вопрос, что у нас некоторые депутаты два раза подряд, которые работают на постоянной основе, не посещали комитет по экологии. С учетом этого, первый комитет у нас был на грани срыва, потому что не было форума, а второй комитет, где мы заслушивали отчет о исполнении бюджета администрации Владимирской области, да, который слышали отчет бюджета администрации Владимирской области, чуть не сорвался. Комитет задержался на 30 минут. С учетом этого, все депутаты законодательного собрания, которые присутствовали на этом комитете, были в ожидании 30 минут, и плюс сотрудники областной администрации. Я понял. Дмитрий Анатольевич, этот Лариса Николаевна в соседнем кабинете не отключилась почему-то. Хорошо. В связи там, Владимир Николаевич. Лариса Николаевна просит задать вопрос. Пожалуйста. Лариса Николаевна, у вас здесь вместе с Шамеем Фрайфовичем, да, пожалуйста, вопрос. Там просто что-то отключилось. Не слышу. Отключилась связь, извините, что вот так вот. Дело в том, что... О том, что я не буду на комитете, я предпреждала... Нет, 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 давайте вопрос задавать. Вопросы, Гмитрий Анатольевич, есть? Хорошо, тогда такой вопрос. Я подавала в комиссию по этике от 3 июля 2020 года заявление. Вопрос. Когда на это заявление будет какая-либо реакция? Вопрос по внесению данного вопроса в повестку дня. А я правильно и говорю. Если я подавала в комиссию по этике такой же вопрос, почему вы сейчас выносите данный вопрос с комиссией по этике до заседания законодательного собрания? Почему мой вопрос нельзя было вынести? Я писала заявление, почему мой вопрос нельзя было вынести на такой же... Так же озвучить его на заседании. Спасибо, Лариса Николаевна. Я, Владимир Николаевич, я на самом деле не могу ответить на этот вопрос, потому что я не в курсе, о чем говорит Лариса Николаевна. То, что от нее поступило заявление в комиссию по этике, это и есть. Значит, заявление от Ларисы Николаевны поступило 3-го числа. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Это связан вопрос именно по комитету по гражданской политике, поскольку у нас комитетов не один, не два. И действительно вопрос, что ряд комитетов иногда балансируют на грани кворума, он есть. Но не считаете ли вы правильным, скажем, собрать общую картину и поднять вопрос не по одному комитету, а в принципе проследить, как какие депутаты подчиняют какие комитеты? Наверное, это было бы правильно, а не, наверное, где-то подгонять ситуацию под какого-то одного конкретного депутата. Но было бы справедливо показать общую картину и назвать на это все. Хорошо, вопрос понятен, Виктор Иванович, пожалуйста. Да, Антон Сергеевич, мы вот такую картину можем поднять и можем на следующем заседании законодательного собрания также обсудить этот вопрос в разном. Но, как вам известно, Лариса Николаевна у нас является депутатом, который работает на постоянной основе. А что это значит? Это значит, что она получает здесь зарплату. И здесь отношение о посещении комитетов или не посещении комитетов немножко носит разный характер, чем у освобожденных депутатов. Поэтому 25-го, 06-го, 20-го года Ларисы Николаевны не было на заседании комитета по аграрной политике. Следующий комитет проводился 9-го, 07-го, 20-го. Ее также не было. Последствия я уже вам докладывал сейчас, какие были. Первый раз чуть не сорвался комитет, а второй раз мы ждали депутата и сотрудники администрации. Все понятно, все понятно. Переходите к осуждению вопроса. Хорошо, коллеги. Пожалуйста, еще вопросы к Дмитрию Анатольевичу. Вообще, честно говоря, я... Ну, секунду. Вопрос к Дмитрию Анатольевичу, пожалуйста. Лариса Николаевна, вопрос, пожалуйста. Лариса Николаевна, вас не слышно. Микрофон включите. Я хочу спросить, если встал... Вы сейчас озвучили это заявление, предварительно со мной не было никакого разговора. Мой работодатель, согласно трудовому договору, Киселев Владимир Николаевич, если я нарушила трудовое законодательство в части, значит, я так понимаю, мой работодатель, Владимир Николаевич, должен сначала выяснить, по какой причине это произошло, а уже потом это вопрос этики. И поэтому у меня вопрос, на каком основании вы сейчас, опираясь на трудовое законодательство, выносите этот вопрос на заседание. На каком основании вы не мой работодатель, Рожков Дмитрий Анатольевич, мой работодатель, Киселев Владимир Николаевич. Можно ответить, да, Ваен Николаевич? Пожалуйста, пожалуйста. Лариса Николаевна, Лариса Николаевна, вы слышите? Да, 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 конечно. Согласно утвержденной структуре законодательного собрания Владимирской области, я курирую деятельность постоянного комитета по аграрной политике, по разопользованию экологии, законодательного собрания Владимирской области. Вот поэтому я выношу этот вопрос. А вашим непосредственным руководителем является ваш руководитель, член, руководитель постоянного комитета, Антов Павел Генрихович. Нет, нет. Коллеги, давайте не будем спорить сейчас, не надо. Ну, коллеги, давайте не спорим. Коллеги, давайте не спорим. Значит, вопросы, коллеги. Он мог спросить меня, почему... Сдаем вопросы к Дмитрию Анатольевичу. Я нарушил трудовое законодательство. Сдаем вопросы к Дмитрию Анатольевичу. Еще вопросы есть? Я не имею никакого отношения. Еще вопросы есть к Дмитрию Анатольевичу, коллеги? Вопросов нет, Дмитрию Анатольевичу. Так, есть предложения тогда... Какие будут предложения, коллеги? Пожалуйста, Антон Сергеевич. Сегодня о травле и одного единственного депутата, представляющего фракцию КПРФ, мне кажется, это неправильно. У нас масса других штатных депутатов. Хорошо, коллеги, еще предложение. Лариса Николаевна, предложение Емельянова. А вот у нас... Да, пожалуйста. Предлагаю отклонить данный вопрос, снять его с повестки. Могу заметить, тот, кто часто слушает госпожу Емельянову, тот в цирк уже не ходит. Коллеги, нет, ну давайте мы не будем друг друга... Очень важно понять, что наш работодатель... Предложение, Иван Павлович. Иван Павлович. Иван Павлович, предложение конкретное. Что Дмитрий Анатольевич все абсолютно правильно и достаточно мягко озвучил, это надо обсуждать. Коллеги, у меня просьба не оскорблять друг друга, пожалуйста. Да, Максим Леонидович, пожалуйста. Владимир Николаевич, спасибо, Дмитрий Анатольевич. Знаете, коллеги, я предлагаю это не включать, я предлагаю принять к сведению то, что сказал Дмитрий Анатольевич. В этом есть частично резон, естественно, если смотреть на это с управленческой точкой зрения. Но, к сожалению, отношения между фракциями так сложились в ЗАГС Собрании, что посещение некоторых комитетов просто не имеет смысла для представителей оппозиционных фракций, поскольку заранее продавливается, фактически без обсуждения, без принятия каких-либо поправок или нюансов. Максим Леонидович, я прошу прощения, у нас предложение. Включать, не включать. Поэтому, Владимир Николаевич, мне кажется, здесь просто это вопрос о общей тональности, которая, к сожалению, у нас сложилась. Если бы мы на самом деле все вместе работали как депутаты, а не одна фракция давила бы другие фракции, я думаю, что подобный вопрос бы не вставал, Дмитрий Анатольевич. Потому что, к сожалению, многие просто не видят смысла в посещении комитетов, где заранее заготовлены уже все решения. Значит, штатные сотрудники обязаны посещать комитет. Ну, может, обязаны... Не штатные имеют право полное, штатные обязаны. Они готовы отвечать за свои политические, наверное, позиции. У нас даже в регламенте, коллеги, прописано, что местом работы является зал заседаний, законодательного собрания у штатного сотрудника или место проведения комитета. Ну, таким образом, Владимир Анатольевич, я предлагаю для штатных сотрудников просто в таком случае, если они отказываются по политическим мотивам от посещения комитета, заявлять об этом публично через СМИ и все. Да, пожалуйста. Если мы перейдем к другому формату работы, на самом деле сотрудничества, взаимодействия, мы лично готовы к этому, Дмитрий Анатольевич, и с вами, Владимир Анатольевич, и с вами, мне кажется, что эпоха притирки друг к другу, она ушла в прошлое. Между нами есть какие-то разногласия, естественно, но в целом мы все готовы работать на благо Владимирской области. Поэтому общая нормализация атмосферы в ЗАГС-собрании, она будет способствовать в том числе и улучшению коллективной работы. Прошу, коллеги, пожалуйста, предложение. Предложение. Уважаемый Владимир Николаевич, Дмитрий Анатольевич, коллеги, ну, насколько я помню, у нас в регламенте работы нашей обязанность есть у председателя и комитета сообщать, если депутаты систематически не участвуют в работе профильных комитетов. Я предлагаю, вот, поддержу Антона Сергеевича, может быть, на следующее заседание законодательного собрания перенести этот вопрос, дать возможность председателям и комитетам подготовиться и заслушать каждого по посещаемости депутатов. Спасибо. Хорошо. Пожалуйста, Сергей Валентинович Казаков. Вопрос. Предложение. Предложение, Сергей Валентинович. Сергей Валентинович не включает. Шкавиболин Шамиль Лифаевич, вопрос. Принято предложение. Предложение следующее. Хочу поддержать ранее высказанные предложения Сидорко и Бирюкова, потому что... Новые предложения у вас есть, я прошу прощения. Рассмотреть данный вопрос. Давайте так, коллеги. Каждый раз все одно и то же предложение говорить, смысла нет. У нас поступило два предложения. Первое предложение. Рассмотреть, второе предложение не рассматривать. Если есть третье предложение, коллеги, значит, хорошо... Третье предложение рассмотреть, а в следующем заседании только рассмотреть его в комплексе. Все понятно. Вот три предложения, коллеги. Есть четвертое предложение у кого? Антон Сергеевич, четвертое предложение у вас? Уважаемый Владимир Николаевич, У меня по ведению, можно комментарий? Владимир Николаевич, я просто просьба к вам, как к председателю, скажем, пожестче пресекать попытки хамства, потому что уже отряда депутатов, это звучит постоянно, и знаете, ну если депутат Алтубов по жизни хам, это его проблемы, ну давайте перед нашими избирателями... Антон Сергеевич, четвертое предложение, у вас микрофон отключен, у вас микрофон отключен, Сергей Анатольевич, пожалуйста, у вас четвертое предложение, Казахстан? Мне предложение, меня слышно? Да. Поддержать Антона Сергеевича, депутата Алтубова, надо внимательнее. Давайте, коллеги, вот сейчас мы уже Дмитрия Анатольевича рассматриваем, хорошо? Нет, ну я понимаю, но когда в этом вопросе возникло, ну нельзя так себя вести депутату, это уже на этику надо выносить. Согласен, абсолютно, согласен, абсолютно. Разобразие, там, цирк, это что такое? Согласен, согласен. Опять еще женщина, Лариса Николаева. Антон Вячеславович. Да, слышно? Да, слышно. Да, спасибо. Ну у меня предложение, собственно, будет такое, обсудить этот вопрос, ну снять его сегодня и обсудить его, может быть, очно и в комплекте. Поддержу здесь Антона Сергеевича. И у меня будет такое выступление, что вот у нас был комитет по ЖКХ, и, к сожалению, я, собственно, подключился к системе ВКС, и я прекрасно видел, как все голосуют, но меня на этой... Предложение какое, Антон? Меня не было. И проблема здесь может быть не в том, а проблема в том, что мы не собираемся очно. Что эта система нерабочая. Антон Вячеславович, предложение какое у вас по включению, не включению в повестку дня? Это было мое выступление по поводу того, что проблема здесь может быть не со стороны депутатов, а со стороны очной или не очной. Хорошо, так, коллеги, давайте переходим к голосованию, уже все понятно. У нас с вами вступило три предложения. Первое предложение рассмотреть, второе предложение не рассматривать, и третье предложение рассмотреть на следующем осведании законодательного собрания в комплексе все предложения по... Вернее, посещение всех комитетов. Я бы, может быть, еще... Ну ладно, давайте сейчас проголосуем за эти предложения. Хорошо, первое предложение рассмотреть сегодня. Кто за это предложение, прошу голосовать. 19 за. Коллеги, сколько против... Сколько нам надо? 18 нужно. 20 за. Проходит. Коллеги, тем не менее, я бы еще хотел проголосовать за предложение, которое... Тоже считаю, что это достаточно правильное предложение рассмотреть на следующем осведании СССР все... Предложение всех комитетов по посещению, посещаемости. Кто за данное предложение, прошу голосовать. Оно не исключает сегодняшнего рассмотрения. 30 за, против нет, трое воздержались. И, коллеги, давайте еще подумаем. Вот к следующему заседанию законодательного собрания уже у меня предложение такое. Может быть, нам к сайте законодательного собрания сделать такую табличку и публиковать для наших избирателей, которые за нас голосовали, кто из депутатов не посещает без уважительной причины. Потому что понятно, что есть уважительные причины, и, значит, без уважительной причины не посещает комитеты и заседание законодательного собрания. Нас не надо подумать к следующему заседанию законодательного собрания. Такое предложение я прошу в протокол записать. Хорошо, коллеги. Следующий у нас вопрос. Максим Леонардович Шевченко, пожалуйста, заявление предлагает фракция рассмотреть о ситуации с обхозом имени Ленина. Пожалуйста, вопрос к Максиму Леонардовичу. Коллеги, есть вопрос к Максиму Леонардовичу? Максим Леонардович, ну, я не знаю, у коллег вопросов нет. У меня просто вопрос такой. А какое отношение Владимирской области имеет к совхозу имени Ленина? Владимирской области участвует... Вернее, законодательное собрание Владимирской области имеет к колхозу имени Ленина. Понятно, что там уважаемый человек руководит этим колхозом. И, честно говоря, я даже не знаю, что там происходит. Владимир Николаевич, вот я как раз и хотел бы вас проинформировать, поскольку там очень прецедентная ситуация, которая, к сожалению, может иметь место и во Владимирской области, и без относительно политического составляющего того, собственно говоря, что стоит за данным успешным предприятием. Там происходит рейдерский захват, уничтожение земельной собственности, перехват управления современным и качественным предприятием. И речь идет о предприятии, которые связаны с одним из кандидатов на выборы президента Российской Федерации, за которых голосовали в том числе и граждане Владимирской области. Поэтому мне представляется, что в том числе для депутатов ЗАГС Собрания, для членов разных фракций и фракций Единая Россия, среди которых есть в том числе и собственники предприятий, и люди, которые имеют отношение к производственной деятельности. Я знаю, что у Павла Николаевича Грудинина есть много товарищей, партнеров и в партии Единая Россия, и в других политических организациях. Поэтому мне представляется крайне важно проинформировать ЗАГС Собрания и избирателей Владимирской области об этой чудовищной и противозаконной ситуации. Спасибо. Так, Кайф Роман Валерьевич хотел вопрос задать. Прошу прощения, коллеги Лангач, вы уже задали мой вопрос, я тоже самое хотел бы дать вам почти спросить. Есть еще вопросы? Да, Сидорков Антон Сергеевич, вопрос, пожалуйста. Предложение. Я просто чуть раньше нажал. Нет, вопросов нет. Тогда, пожалуйста, предложение. Да, можно? Да. Да, коллеги, ну, действительно, что в 2018 году за Павла Николаевича Грудинина проголосовали 85 тысяч жителей Владимирской области я думаю, что они имеют право знать и должны знать о том, что происходит совпозже именно Ленина с его руководителем, поскольку ведь там полнейший беспредел. И я не беру только то, что в этом замешаны откровенные бандиты, да, жулье, представители власти, но и самое что главное, представители и в том числе силовых ведомств. И на самом деле от подобной травли, а травли носит исключительно политический оттенок, сегодня, к сожалению, не застрахован никто. Владимир Владимирович, предложение. Предлагаю поддержать вопрос Максима Янардовича и рассмотреть заявление фракции. Вячеслав Олегович Александров. Спасибо. Предложение. Вячеслав Олегович Александров. Да, да, я вопрос хочу задать Максиму Янардовичу. Не, вопрос уже задавали, сейчас уже предложение. Но он и предложение, и вопрос. Ну, пожалуйста. Максим Янардович, вот вы сказали о том, что там происходит трейдерский захват, там еще что-то. Это ваше личное мнение, или есть этому уже правовая оценка какая-то? То есть, если это уже как бы, ну, факт случившийся, есть правовая оценка, то тогда, наверное, нужно это обсуждать. А если это просто та ситуация, которую вы рассматриваете, тогда это ваше мнение и все. Вы, как человек, который имеет отношение к бизнесу, по крайней мере, имели отношение, как и многие другие, прекрасно понимаете, что правовая оценка рейдерского захвата бывает только после уголовного дела по факту рейдерского захвата. Естественно, на момент совершения преступления правовой оценки преступления нет. Если кто-то кого-то убил, то правовая оценка убийства бывает только уже после завершения следствия и суда. Но это не отрицает сам факт убийства. Поэтому, да, там есть такая вот информация, которую я хотел бы довести до вашего сведения. Мне кажется, Вячеслав Олегович, что для вас это тоже будет крайне важная ситуация. Потому что сегодня одна конъюнктура, знаете ли, во власти, завтра другая. Я считаю, что бизнес и успешный бизнес, тем более, который обеспечивает возможность работы с помощью людей, должен не зависеть от политической конъюнктуры. Поэтому я призываю коллег из фракции «Единая Россия» выслушать, по крайней мере, это сообщение в разном и принять к сведению то, что я скажу. Поверьте... Вячеслав Олегович не из «Единой России». Вячеслав Олегович не из «Единой России». Да, извиняюсь. Он из «Единой России», ЛДПР, СССР, КПСС. Все коллеги, в данном случае, мне кажется, вам будет важно это услышать. Спасибо большое. Хорошо, коллеги. Спасибо. Предложение. Да, предложение. Иван Павлович Лтухов, только просьба, да, аккуратно, без наезда. А вот уточнить вот хотелось бы, а партия КПРФ не получала ли когда-либо денежки от Грудинина и его предприятия? Нет, коллеги, ну, в предложении уже не вопросы. Не кажется ли, что идет отработка этих денежек? Я отвечу на это. Предложение, а не вопросы, Иван Павлович. Я не поддерживаю. Не поддерживаю. Я не поддерживаю популизм. Хорошо, понятно, спасибо. Коллеги, еще есть ли предложение? Нет предложений. Пожалуйста, переходим к голосованию. Идет голосование. Так, итого у нас 12 за, 7 против, 14 вы сделали. Не поддержались. Не проходит вопрос. Так, коллеги, нам с вами необходимо утвердить повестку дня в целом. А, прошу прощения, Юмельянову еще хотела, да? Лариса Николаевна. Так, Лариса Николаевна, хотела предложение свое? Где, Лариса Николаевна? Нет, я не хотела предложения. Нет, не хотела предложения. Пожалуйста. Так, коллеги, повестка дня в целом. Нам с вами необходимо утвердить повестку дня в целом. кто за повестку дня в целом. Прошу голосовать. Идет голосование. 28 за, 2, нет, 3 против. 29 за, 3 против, издержавшихся нет. Коллеги, переходим. У нас с вами поступили заявления депутата Дюженкова и Гавырина по голосованию. Переходим к вопросу на включенную повестку дня. Пожалуйста, Максюков Максим Юрьевич. Михаил Юрьевич, прошу прощения. Все время Максим его называют. Представитель комитета бюджета и налоговой политики о рекомендациях участников публичных слушаний по годовому отчету об исполнении бюджета за 2019 год. Пожалуйста, Михаил Юрьевич. Здравствуйте, уважаемые коллеги. 16 июня прошли публичные слушания по годовому отчету об исполнении областного бюджета за 2019 год. Впервые они проходили в режиме видеоконференц-связи. Получена масса рекомендаций в связи с этим. Участники публичных слушаний положительно отмечают высокую финансовую дисциплину исполнения бюджета, в части доходов, расходов и мер по сбалансированности. Также положительно отмечают выполнение целей бюджетной политики в 2019 году, низкий госдолг, отсутствие расходов на проценты по коммерческим кредитам, профицит областного бюджета и то, что выполнены практически все рекомендации участников публичных слушаний по проекту бюджета на 2019 год. Вместе с тем участники обращают внимание на недовыполнение показателей по ряду госпрограмм, в том числе, например, госпрограммы поддержки инвестиций. И рекомендуют администрации Владимирской области активизировать работу корпорации развития Владимирской области, совместно с законодательным собранием выработать механизм ее работы и контроля. Рассмотреть возможность повышения для муниципалитетов суммы, по которой они самостоятельно проводят торги при получении субсидий. Продолжить работу по улучшению методики определения предельного уровня софинансирования для муниципалитетов, особенно городских поселений. Увеличить муниципалитетам объем субсидий на дорожную деятельность в отношении дорог местного значения. Это очень массовый характер носит эта рекомендация. Рассмотреть возможность выделения средств муниципалитетам на подготовку проектно-сметной документации для более полного освоения федеральных бюджетных средств, несмотря на то, что это, конечно, полномочия местных бюджетов. Принять меры к повышению эффективности работы по охране окружающей природной среды, в том числе в сфере лесного хозяйства, экологической реабилитации рек и рекультивации свалок. Совместно с органами местного самоуправления усилить работу по обращению с безнадзорными животными. Там и наблюдается недосвоение средств в этой программе в 2019 году. Продусмотреть средства на выполнение наказов избирателей. Проработать вопрос о выделении средств на дооснащение областного перинатального центра. Рассмотреть вопрос о включении убыточных государственных унитарных предприятий в программу приватизации. О целесообразности страхования государственного и муниципального имущества. Вопрос возник в связи с недавними пожарами. Увеличение субсидий на инфраструктуру земельных участков для многодетных семей. Увеличение сфинансирования из областного бюджета инициатив граждан в муниципалитетах. И некоторые другие рекомендации. Всего в адрес администрации Владимирской области, органов местного самоуправления и законодательного собрания выработано 29 рекомендаций. Включая одну федеральную законодательную инициативу о переносе сроку уплаты имущественных налогов на более ранний срок. Участники публичных слушаний рекомендуют законодательному собранию рассмотреть проект закона об исполнении бюджета области за 2019 год и утвердить отчет об исполнении бюджета за 2019 год. Рекомендации участников публичных слушаний рассмотрены на заседании комитета по бюджетной налоговой политике законодательного собрания. Комитет рекомендует законодательному собранию рассмотреть и принять указанное постановление. Спасибо. Так, коллеги, пожалуйста, вопросы докладчику. Вопросы есть? Вопросов нет. Есть ли депутат, желающий выступить по данному вопросу? Нет. Тогда, коллеги, достаточно подробно, что на слушании посудили. Есть предложение проголосовать. Кто за данные? Вернее, есть ли поправки в проекте постановления? Нет. Тогда голосуем. Идет голосование. 29 за, против воздержавшихся нет. Голосование, значит, плюс два голоса за. Постановление принято. Следующий вопрос об исполнении бюджета Владимирской области, вернее, об исполнении областного бюджета за 2019 год. Пожалуйста, Васенин Максим Сергеевич. Добрый день, коллеги. Меня слышно, видно? Да. Мы сегодня завершаем бюджетный цикл 2019 года. Отчет об исполнении областного бюджета подробно был представлен и рассмотрен на публичных слушаниях, которые прошли две недели назад. И также он был достаточно подробно представлен уже в отраслевом разрезе на заседаниях всех профильных комитетов. Поэтому я не вижу, наверное, давайте посоветуемся, я не вижу большой необходимости в полном объеме сейчас этот счет представлять. То есть, мне кажется, здесь правильнее, наверное, целесообразно. Коллеги, я абсолютно согласен с Максимом Сергеевичем, абсолютно согласен, потому что подробно все обсуждалось на слушаниях. Есть ли какие вопросы, вернее, кто-то наставит на наступление Максима Сергеевича? Пожалуйста, вопросы к Максиму Сергеевичу. Нет. Тогда Ирина Валентиновна Куликова, пожалуйста, представитель счетной палаты. Ирина Валентиновна тоже у нас выступала. На заседании, вернее, на слушаний. Поэтому есть необходимость нам вот еще раз Ирину Валентиновну заслушать. Добрый день, уважаемый Владимир Николаевич, уважаемые коллеги. Счетная палата подробно доложила и на комитетах профильных законодательного собрания, и на публичных слушаниях итоги заключения. Хочу повторить, что фактов недостоверного представления данных нами не установлено, подтверждена достоверность и полнота годового отчета об исполнении областного бюджета. В заключении изложено много замечаний и предложений. Исходя из этого, мы рекомендуем законодательному собранию принять закон Владимирской области об исполнении областного бюджета за 2019 год. Спасибо. Вопросы есть, кореннительные? Нет. Максюков Михаил Юрьевич, пожалуйста. Проект закона рассмотрен на заседании комитета бюджетно-налоговой политики. Комитет рекомендует законодательному собранию принять закон в двух чтениях с учетом шести согласованных поправок. Спасибо. Есть ли депутаты, желающие выступить по данным вопросам? Ну, тоже поступали уже все на слушаниях практически. Коллеги, тогда переходим к голосованию. Идет голосование. Закон в первом чтении. 31 за, против издержавшихся нет. 6 согласованных поправок идет голосование. 28 за, против издержавшихся нет. И закон во втором чтении идет голосование. 31 за, против издержавшихся нет. Плюс 2 голоса за. Следующий вопрос. Об исполнении бюджета территориального фонда ОМС. Петрищев Андрей Александрович, пожалуйста. Директор территориального фонда ОМС. Так, Петрищев Андрей Александрович. И тишина. Переходим к следующему вопросу, коллеги. Нет Петрищева? У меня есть Петрищев. Да, пожалуйста. Здравствуйте, уважаемый председатель, уважаемые коллеги. Здравствуйте. Проект закон был также доложен на профильных комитетах. Возможно, имеет смысл также подробно сейчас докладывать. Будут какие-то вопросы, на которые готов ответить. Хорошо, коллеги, есть ли необходимость нам заслушивать Андрея Александровича? Нет. Вопросы, пожалуйста, к докладчику. Нет вопросов. Беряков Сергей Евгеньевич, пожалуйста. Уважаемый Владимир Николаевич, коллеги, комитет подробно рассмотрел отчет бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, обсудил спорные вопросы и на основании исключения счетной палаты и выступления рекомендуется командателю собранию принять проект законов двух чтений. Спасибо большое. Кутаты, желающие выступить, есть? Ирина Михайловна, Кирюхина, пожалуйста. Здравствуйте, коллеги. Мы заслужили бюджет фонда ОМС. И я хочу отметить, что бюджет из года в год растет, но эффективность этих расходов никем не проверяется. Это вот сейчас я приведу примеры, которые показывают, что у нас при отсутствии грамотного управления совершенно не отслеживается эффективность. Давайте посмотрим. Вот процедура ЭКО, экстракорпоральное оплотворение. В этом году, вот в 19-м, 944 случая на большую сумму на 85 миллионов. А эффективность составила 20%. В позапрошлом году была 38, в прошлом году 31 и 20% в 19-й год. То есть она снижается. Анализа нет. То есть идут большие деньги без эффективности. Мы с вами видели, что на этот год у нас фонд ОМС заложил больше 30 тысяч КТ. Вы все знаете, что сейчас это основной диагностический маркер коронавирусной инфекции. Но ведь, посмотрите, это больше 100 миллионов. Сумма заложена. Но мы с вами видим, что огромное количество наших с вами граждан делало эту процедуру за свой родной счет. Поэтому это опять указано на то, что деньги выделяются большие, но народ про это не знает, и это все неэффективно используется. Также хочу обратить внимание на большую сумму межтерриториальных расходов. Только на одну службу окушерства гинекологии ушло в прошлом году 115 миллионов в другие регионы. Это 813 родов прошло. Чем это связано? А с тем, что у нас родосуможение становится недоступным. У нас ставятся такие руководители, которые просто угробили нашу акушерскую службу. У нас сейчас в настоящий момент сделать гинекологическую операцию негде по плану. Нету, потому что областная закрыта под ковид. Значит, вторая горбольница не открылась полностью после ковида. И мы сейчас можем прооперировать планы только или в Ивановской области, или в частной клинике, клинике медицинских экспертиз. Поэтому вот эти вопросы я очень хочу обратить внимание депутатов, потому что люди сейчас очень много задают вопросов по проблеме охраны здоровья. Особенно женского здоровья, потому что с этим связана демография, народонаселение, наша рождаемость, которая падает. У нас же растет смертность. У нас выросла смертность за этот год на огромную сумму. Поэтому мы должны с вами вот эти деньги, которые все больше и больше у нас выделяются, тратить эффективно. А для этого должно быть хорошее управленческое решение. Спасибо. Спасибо. Ирина Михайловна, просьба тогда подготовьте справку. Попросил опять показать, включится Андрей Александрович, я не знаю, может он ответить на вопрос и к вопросу вернуться. Вот вопрос такой, 100 миллионов рублей на КТ, это сколько исследований? Пример, можете вы сказать или не можете? Ну, я могу сказать. 38 тысячи средних было заложено на по 3539,9 рублей. И у нас, когда принималась программа госгарантии, есть очень хорошие публикации, где наш губернатор восхищался, что мы... Ирина Михайловна, не, короче, короче, давайте, мы чуть-чуть, сейчас не снять все эмоции. Да, можно переможать. Нужно понять, сколько проведено-то исследований. Потому что я знаю, что записаться рядовому гражданину на исследования бесплатные очень тяжело. Но у нас отмахиваются и говорят, нет, нельзя, 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 у вас все хорошо, у вас грипп, у вас простое РЗ. Мы можем сейчас сказать, Андрей Александрович, вот сколько исследований проведено из этих 38 тысяч? Это не ваша тема вообще. Спасибо за вопрос, Ирина Михайловна. Конечно же, это не моя тема, потому что мы осуществляем финансирование оплаты счетов, которые она поставляется. Понятно. Понятно, почему эта проблема возникла из-за ковида, из-за пиковых нагрузок. Стоимость без контраста до 2 тысяч по расценкам, с контрастом около 4 тысяч. Соответственно, эту сумму можно разделить и по ИКО, либо гинекологическим в целом проблемам организации здравоохранения субъектов в целом. Это системная проблема, и от того, что мы будем выщипывать какой-то один клочок и обвинять, например, в роддоме, это не решение вопроса. Он требует общего подхода. Хорошо, согласен. Тогда, Ирина Михайловна, справочку подготовьте, мы подойдем. Хорошо. Хорошо, коллеги, есть еще желающие выступить по данным вопросам? Нет, тогда у нас было предложение Сергея Евгеньевича утвердить отчет. Бюджет фонда, вернее. Есть другие предложения? Нет. Идет голосование. 32 за, против нет, один воздержался. Закон во втором чтении идет голосование. Один воздержался. Плюс два голоса за. Следующий вопрос. О применении на территории Владимирской области инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организации. Максюков Михаил Юрьевич. Пожалуйста. Уважаемый Владимир Николаевич, уважаемые коллеги, напомню, что в мае 2019 года в первом чтении мы с вами приняли закон о применении территории Владимирской области инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организации. За время отведенной для внесения поправок поступило шесть. Ими учтены предложения изгнательного собрания, ряд предложений счетной палаты и по сравнению с редакцией первого чтения расширен перечень организаций, которые будут иметь право на применение инвестиционного налогового вычета на территории нашего региона. В частности, добавлены те предприятия, которые участвуют в национальном проекте повышения производительности труда и занятости, те организации, которые участвуют в государственно-частном и муниципально-частном партнерстве, уточнены положения применения его для тех организаций, которые уже получают меры инвестиционной поддержки в нашем регионе, а также изменен срок вступления его в силу. С 2021 года уже он сможет вступить в силу, согласно внесенным поправкам, а не с 2023, как предполагалось ранее. Закон позволит улучшить инвестиционно-привлекательность и помочь существующим предприятиям в развитии их материальной базы. Законный проект рассмотрен на Комитете по бюджетной налоговой политике. Комитет рекомендует с собранием принять во втором чтении с учетом шести согласованных поправок. Спасибо большое. Вопрос к Михаилу Юрьевичу, пожалуйста. Михаил Юрьевич, у меня такой вопрос. Каких предприятий в Владимирской области будет касаться этот закон? Можно сейчас уже сказать? Да, это, во-первых, те, кто уже получают инвестиционную поддержку. Это ряд предприятий и фарм-кластера, и производственные предприятия, предприятия обрабатывающей промышленности. Также те предприятия, которые заявились участниками инвестиционного проекта повышения поздравительности труда. В частности, например, те, кто производит компоненты для машиностроения. И рассчитываю, что в дальнейшем перечень предприятий, которые смогут получить, будет расти. Спасибо большое. Еще вопросы есть? Нет вопросов? Тогда, если желательно предстоит губернатор Максим Сергеевич в осенне данной ситуации, по данным вопросам. Уважаемый Владимир Николаевич, Михаил Юрьевич, в общем-то, подробно изложил содержание наших поправок. Действительно, сейчас инвест-налог-вычет будет превращаться в основной инструмент поддержки инвестиций. Вы знаете, что буквально с два предприятия. В данном случае, вот эти поправки, которые мы внесли, это результат нашей совместной работы, в том числе и с представителями законодательного собрания. Я думаю, что это направление будет востребовано. И второй момент важный, на который я хотел бы обратить внимание наших депутатов. Президентам нашей страны дано поручение. Правительство будет готовить тоже комплекс мер, который направлен на компенсацию регионам тех дополнительных налоговых расходов. Ну, по сути, недополученных доходов, которые будут складываться в результате предоставления вот этой меры налоговой поддержки. Поэтому здесь мы, конечно, поддерживаем принятие этого закона. Спасибо большое. Спасибо, Максим Сергеевич. Коллеги, тогда переходим к голосованию. Закон, напоминаю, принят в первом чтении. Есть шесть согласованных поправок. То за данное предложение прошу голосовать. Уже все голосовали. Так, 31 за, против воздержавшихся нет. Коллеги, закон о втором чтении идет голосование. 32 за, против, 33 за, 34 уже за, против воздержавшихся нет, плюс за голоса за. Следующий вопрос. По приостановлению действия пункта 3 статьи 11 закон Владимирской области и бюджетном процессе Владимирской области. Михаил Юрьевич, пожалуйста, Максимов. Уважаемые коллеги, закон носит скорее технический характер. Он позволит нам вносить изменения законодательства, касающиеся налогов и доходов бюджетов, после того, как в ЗАГС собрание внесен проект закона о бюджете на очередной неплановый период. Таким образом, и после 1 ноября мы с вами сможем в 2020 году вносить такие изменения, учитывая непростую ситуацию. Он отзеркаливает федеральный закон и, соответственно, получено положительное исключение губернатора на него. Закон рассмотрен на заседании комитета по бюджетной налоговой политике. Комитет рекомендует принять его в двух чтениях. Спасибо большое. Коллеги, есть ли вопросы к докладчикам? Депутаты, желающие выступить. Закон в первом чтении идет голосование. 33 за, против воздержавшихся нет. Закон в втором чтении идет голосование. 31 за, против воздержавшихся нет, плюс два голоса за. Следующий вопрос. По внесению изменения закона Владимирской области у полномоченных правом человека Владимирской области. Нефедов Александр Левьянович, пожалуйста. Александр Левьянович, нефедов. Да, пожалуйста, Александр Левьянович. Уважаемые коллеги, данный законопроект у нас уже рассматривался, был принят в первом чтении, повторно рассматривался на комитете с учетом поправок. Комитет рекомендует принять закон двухчтений с учетом 10 согласованных поправок. Спасибо. Коллеги, есть ли вопросы к докладчику? Нет, депутаты желающие выступить. Нет, закон, вернее, 10 согласованных поправок идет голосование. 35 за, против и сдержавшихся нет. Закон о втором чтении идет голосование. 33 за, против и сдержавшихся нет, плюс два голоса за. Следующий вопрос о внесении изменений в отдельный законодательный акт в Владимирской области. Александр Левьянович, пожалуйста. Уважаемые коллеги, данный вопрос, данный проект законов был разработан Серегом Владимиром Николаевичем, и прокурором Владимирской области. Уже у нас информация о нем после проведения нашего комитета попала в СМИ. Я думаю, все уже ознакомились с ним и поддерживаете меня в том, чтобы за этот законопроект проголосовать положительно. Проектом закон предлагается установить запрет на приобретение гражданами несовершеннолетним или передачей последним алкогольной продукции и ввести административную ответственность за данное правонарушение, если эти действия не содержат административного правонарушения, и предусмотрены кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. Согласно разработанному законопроекту, человек, который по просьбе подростков купил ему алкоголь, грозит штраф от 3500 рублей. Прошу поддержать данный вопрос. На комитете он был рассмотрен и был рекомендован к принятию двух чтений. Спасибо. Спасибо, коллеги. Есть ли вопросы к докладчику? Депутаты, желающие выступить по данному вопросу. Тогда голосуем. Закон в первом чтении идет голосование. 33 за против воздержавшегося нет. Закон в втором чтении идет голосование. 32 за против воздержавшегося нет. Плюс два голоса за. Следующий вопрос. Внесение изменений в статьи 7 и 14 законов Владимирской области об административных правонарушениях. Дмитрий Анатольевич Рожков, пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Проектом закона предполагается установить ответственность за нарушение установленных администрацией Владимирской области ограничений используемых нефтепродуктов и других видов топлива, сжигания которых приводят к загрязнению атмосферного воздуха на территории Владимирской области, предусмотрев наказание в виде административного штрафа на должностных лиц в размере 40 тысяч рублей, на юридических лиц в размере 400 тысяч рублей. Повторное совершение административного правонарушения влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 50 тысяч рублей, на юридических лиц 600 тысяч рублей. Спасибо. Спасибо. Есть вопросы к Дмитрию Анатольевичу? Дмитрий Анатольевич, я так понимаю, что вы в первом чтении предлагаете? В первом чтении предлагаем, да. Хорошо. Пожалуйста, вопрос Вячеслава Олеговича Александрова. Вячеслав Олегович, вас не видно. Микрофон включите. Микрофон включите, Вячеслав Олегович. Микрофон. Пожалуйста. Вопрос. Дмитрий Анатольевич, добрый день. Вопрос. Скажите, пожалуйста, что это за перечень нефтепродуктов и какие прецеденты уже были на территории? Почему мы приняли такой закон? Я просто не очень в курсе. Пояснение дать, да? На территории области постановлением администрации Владимирской области от 17.06.2020 года номер 380 введен запрет на реализацию через автозаправочные станции иных видов жидкого моторного топлива, кроме автомобильного бензина, дизельного топлива и судового топлива. Требования к которым регулируются техническим регламентом саможенного союза. Нет, я понял. Дмитрий Анатольевич, добрый день. Это тоже все понятно, по-моему. Закон в первом чтении тогда, коллеги, идет голосование. Что? А мнение комитета, да, у нас. Александр Ильянович, нефедов, пожалуйста. Уважаемые коллеги, комитет рассмотрел данный проект закон и рекомендует принять его в первом чтении. То есть направить указанный законопроект субъектом правоосканавливать инициативу для внесения поправок до 28.06.2020 года. Спасибо большое, коллеги. Так, пожалуйста, закон в первом чтении идет голосование. 33 за, против воздержавшихся нет. Постановление законодательного собрания. Есть ли какие-то поправки, дополнения к постановлению? Нет. Идет голосование. 34 за, против воздержавшихся нет. Следующий вопрос. Он отделение органов местного самоуправления полномочиями Российской Федерации, переданными органам исполнительной власти в Владимирской области по подготовке и проведению всероссийской переписи населения 2020 года. Пожалуйста, Олег Викторович Левухин, представитель комитета внутренней политики администрации Владимирской области. Уважаемый Владимир Николаевич, уважаемые депутаты, в соответствии с честью 5 статьи 5 Федерального закона 2002 года о всероссийской переписи населения, органам исполнительной власти субъекта Российской Федерации передается в осуществление следующих полномочий Российской Федерации по подготовке и проведению переписи. Обеспечение помещениями охраняемыми оборудованными мебелью, средствами связи и пригодными для обучения работы лиц, привлекаемых в сбор сведения населения. Второе. Обеспечение охраняемыми помещениями для хранения переписных листов и иных документов, используемых в переписи. Третье. Представление необходимых транспортных средств и средств связи. В соответствии с частью 6 статьи 5 Федерального закона 2002 года, осуществление указанных в пункте 5 настоящей статьи полномочий, может быть передано законным субъектам Российской Федерации органам местного самоуправления. Проект закона Владимирской области о наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Владимирской области полномочиями Российской Федерации переданными органам исполнительной власти Владимирской области о подготовке и проведении всероссийской переписи населения определяет Первое. Перечень государственных полномочий, которые мы делаем... Я прошу прощения, можно вас немного перебью? Просто скажите, какие полномочия передаются? Потому что очень много слов, а надо суть понять. Какие полномочия планируется? Обеспечение помещением охраняемыми оборудованными мебелью, средствами связи, пригодными для обучения. И работа лиц, привлекаемых к сбору сведений. Обеспечение охраняемыми помещениями для хранения переписанных листов и документов. И третье. Предоставление необходимых транспортных средств, средств связи. Спасибо большое. Коллеги, есть ли вопросы к Олегу Викторовичу? Вопросов нет. Есть ли депутаты? Если, пожалуйста, Сыганский Александр Васильевич, представитель комитета. Да, уважаемый Владимир Николаевич, уважаемые коллеги. Данный проект закона был рассмотрен... Так, Александр Васильевич, пожалуйста. Слышите меня? Меня слышно? Да, да. Спасибо. Уважаемые коллеги, проект закона был рассмотрен на очередном заседании комитета. Есть к проекту замечание управления по правовому обеспечению законодательного собрания. Поэтому депутатам принято решение рекомендовать законодательному собранию принять проект закона в первом чтении и установить срок для поправок до 28 августа 2020 года. Спасибо большое. Коллеги, есть ли депутат желающего исполняться? Нет, тогда голосуем. Закон в первом чтении идет голосование. 34 за, против и сдержавшихся нет. Постановление законодательного собрания. Есть ли поправки к проекту постановления? Нет. Идет голосование за постановление в целом. 35 за, против и сдержавшихся нет, плюс 2 голоса за. Следующий вопрос. По утверждению и заключению дополнительных соглашений, кондиционного соглашения, в отношении системы теплоснабжения муниципального образования города Суздаль. Именова Елена Николаевна, пожалуйста, директора департамента ЖКК Владимир Николаевна. Пожалуйста, Елена Николаевна, коротко, судьте вопросы. Добрый день, уважаемые дороги. Владимир Николаевич, у нас очередное внесение изменений в кондиционное соглашение в отношении объектов теплоснабжения города Суздаль. Я хочу сказать, что у нас приводится в соответствие мероприятия, которые были перенесены на 2019 год, которые были запланированы изначально в выполнении в 2030-31 году с крайне высоким уровнем износа тепловых сетей. И приведение стоимости уже выполненных мероприятий по строительству фактической стоимости. Поэтому, в связи с тем, что у нас не меняется сумма и существенные условия, в кондиционном соглашении я предлагаю уважаемым депутатам поддержать данный законопроект. Да, Андрей Викторович, пожалуйста. Коллеги, данный вопрос был... Данный законопроект был рассмотрен на заседании комитета. Рекомендовано комитетом принять закон в двух чтениях. Так, коллеги, есть ли депутат желающего... Есть ли вопросы и депутат желающего... Нет. Тогда закон в первом чтении идет голосование. 33 за, против воздвижавшихся нет. Закон о втором чтении идет голосование. 34 за, против воздвижавшихся нет, плюс 2 голоса за. Следующий вопрос аналогичный. Поселок Ставрово. Пожалуйста, Елена Николаевич. Да, спасибо, Владимир Николаевич. У нас консенсионное соглашение в Ставрово заключается впервые. Оно подписано в феврале текущего года и заключено на 10 лет. Консессионером является Владимир Теплогаз. Общий объем инвестиций составляет 116,3 миллиона рублей. Из них предельный размер расходов консессионера 82 миллиона рублей. Плата консцендента 36 миллионов рублей. За счет средств консессионера в 2021 году планируется реконструкция двух котельных и строительство одной котельной. В 2022-2023 годах модернизация тепловых сетей общей протяженностью 2,5 километра. За счет плата консцендента в этом году уже выполняются мероприятия по модернизации тепловых сетей общей протяженностью 5 километров и модернизация котельной. За счет программ модернизации и энергосбережения. Выделены средства бюджета поселка Ставровая и контракты заключены, работа уже идёт. По тарифным последствиям. У нас тариф установлен 28 апреля. Для населения составляет 2134 рубля за гигакалорию, а средний областной 2362 рубля за гигакалорию. С 1 июля рост составит 6,2% этого года. С 1 июля 2021 года тариф вырастет на 16,4% и составит 1638,3 рубля за гигакалорию. За данное увеличение проголосовали депутаты поселка. Они проголосовали немного больше даже в Ростовской. И со стороны администрации поселка Департамента государственного регулирования цены тарифов готовится обращение в Федеральную антимонопольную службу на согласование роста тарифов выше предельно допустимого значения. То есть выше 5,6%. В связи с данными условиями и тем, что депутаты проголосовали за данное превышение, предлагаю поддержать данный законопроект. Депутаты, желающие, выступить. Закон в первом чтении идет голосование. 32 за, против нет, один выдержался. Закон в втором чтении идет голосование. 32 за, 33 за, против нет, один выдержался. Закон принят. Плюс два голоса за. Следующий вопрос. Внесение изменений закона Владимирской области развития малосреднего предпринимательства. Рожков Дмитрий Анатольевич. В соответствии с федеральным законом. Да, поприводится. Да, да, уважаемые коллеги. Да, Ван Николаевич. Закон приводится в соответствии с федеральным. Кратко. Статьей номер один федерального закона от 1 апреля 2020 года, номер 83 о внесении изменений в федеральный закон о развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации. В целях развития национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства введено понятие национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства как системы взаимодействующих организаций. Это вкратце. Законом предусмотрено уточнение понятий, используемых в части 2 статьи 16 закона Владимирской области от 7 октября 2010 года, номер 90 ОЗ о развитии малого и среднего предпринимательства Владимирской области, заменив слова фонда содействия кредитованию, гарантийные фонды, фонды поручительства словами региональной гарантийной организации. Приводим в соответствии с федеральным просьбой поддержать в двух чтениях. Спасибо большое, коллеги. Есть ли вопросы? Вопросов нет. Алексей Михайлович Русаковский, пожалуйста. Вопрос и принято решение о рекомендовании депутатам законодательного собрания принять закон в двух чтениях. Спасибо. Есть ли депутат, желающий выступить? Идет голосование в первом чтении. 33 за, против, воздержавшихся нет. Закон о втором чтении идет голосование. 33 за, плюс 2 голоса. Закон принят. Против, воздержавшихся нет. 34 за. Следующий вопрос. О одобрении и предложении при своем именовании сельскому населенному пункту деревни. Цыганский, Александр Васильевич, пожалуйста. На заседании законодательного собрания... Меня слышно, да? Да. Напомню, что на заседании законодательного собрания 30 апреля был принят закон Владимирской области образования сельского населенного пункта на территории муниципального образования Березняковской сельской поселения Собинского района. После этого проведены определенные процедуры. Это исход граждан и принято решение Совета народных депутатов муниципального образования Березняковской с Собинского района. И нашему своему вниманию представлен проект постановления об одобрении предложения при своем именовании сельскому населенному пункту. Проект постановления был рассмотрен на очередном заседании комитета и депутатами комитета было рекомендовано рекомендовать законодательному собранию и его поддержать. Спасибо. Спасибо, Александр Васильевич. Если вопросы, докладчики. Депутаты, желающие уступить. Тогда переходим к постановлению законодательного собрания. Будут ли поправки к проекту постановления? Нет. Идет голосование. За постановление в целом. 34 за, против воздержавшихся нет. Плюс договорился за. Закон принят. Следующий вопрос. Значит, посещение депутатами законодательного собрания заседания комитета по аграрной политике, противопользовательной экологии в отношении... Да, пожалуйста, Рожков Дмитрий Анатольевич. Добрый день, уважаемые коллеги. Возвращаемся к нашему вопросу. В разделе «Разное» я бы хотел обратить внимание, что у нас в законодательном собрании на протяжении последнего времени сложилась, к сожалению, такая практика о непосещении рядом депутатов работы постоянных комитетов законодательного собрания Владимирской области. На мое имя поступило, как заместителю председателя законодательного собрания поступила служебная записка от руководителя комитета о том, что без объяснения причин 25.06.2020 года и 9.07.2020 года на заседаниях постоянного комитета по аграрной политике отсутствовал депутат, который работает на постоянной основе, Емельянова Ларисы Николаевны. Без объяснения причин. Вот эту ситуацию я бы хотел обсудить. Почему? Потому что это очень сильно, неявка депутатов очень сильно влияет на работу комитетов. В том числе у нас достаточно часто в последнее время возникает ситуация, когда мы находимся на грани срыва работы комитетов, потому что у нас нет кворума. Эта ситуация касается не только Ларисы Николаевны и совершенно правильное было предложение Владимира Николаевича Киселева и других депутатов законодательного собрания о том, чтобы в общем разрезе на следующем заседании ЗАГС собрания рассмотреть этот вопрос вообще о посещении депутатами работы постоянных комитетов. В данный момент я предлагаю на ваше внимание вот такую проблему и огромная просьба депутатам от фракции КПРФ Антон Сергеевич Дарко не политизировать эту ситуацию. Но вот как вы себе можете представить, если человек не вышел на работу один раз, который за это получает деньги, работает на постоянной основе. Потом комитет у нас проходит 9.07, следующий комитет и депутаты у нас, заместители, руководители комитета нет на комитете. Ну как вы считаете, это нормальная ситуация? Я считаю, что эта ситуация ненормальная. Мы не рассматриваем данную ситуацию в рамках прогулок или каких-то других моментов. Я предлагаю рассмотреть этот вопрос на комиссии по депутатской единице. Спасибо. Спасибо, Дмитрий Анатольевич. Коллеги, уважаемые, Валерий Николаевич поручил мне наше с вами заседание завершать, то есть оставшиеся вопросы дорассматривать. И слово предоставляется Антову Павлу Генриховичу, председателю комитета по оградной политике, природопользованию и экологии. Пожалуйста, включите, Павел Генрихович. Видно меня? Дмитрий Анатольевич, наверное, нужно звук выключить. Ну, я этот вопрос поднял и написал обращение не потому, что это какой-то политически ангажированный шаг, а только по той причине, чтобы существовала дисциплина. Как руководитель и как вообще человек, имеющий большой опыт в бизнесе и в других делах по своей жизни, я считаю дисциплину необходимым фактором функционирования в том числе законодательного собрания и агропромышленного комитета, которым я руководил. Я уже дважды обращался к нашему председателю законодательного собрания с тем, что дисциплина, в частности, в моем комитете, и просил принять меры к тому, чтобы члены комитета относились к своим обязанностям более ответственно. Насколько я знаю, из других комитетов, и мы обязательно разберем на следующем собрании этот вопрос, тоже этот вопрос нуждается в уточнении. Вот таким образом я объясняю свое мнение. – Спасибо большое. Уважаемые коллеги, есть ли вопросы к Дмитрию Анатольевичу или к Павлу Генриховичу? Вопросы сначала, коллеги. Иван Павлович Алтухов с вопросом? – Нет, у меня комментарий. – Хорошо, тогда отключитесь, пожалуйста. Антон Сергеевич Сидорко. – Антон Сергеевич, микрофон не включили. – Сейчас, минуточку. – Да, все нормально. – Все есть, да? – Коллеги, вопрос, наверное, к Дмитрию Анатольевичу и Павлу Генриховичу обоим сразу. С Ларисой Николаевной был какой-то разговор, ну, скажем, желание, скажем, чисто по-товарически выяснить причины, почему же депутат отсутствовало. Ведь, возможно, она была где-то в территории, возможно, занималась какой-то проблематикой. Вот какой-то предварительный диалог или просто вот человека не было, и неважно, какие причины, но мы сразу же выносим этот вопрос. – Спасибо, Василий Анатольевич. – Ирина Анатольевич, микрофончик включите. – Включился. – Включим, все. Хорошо, спасибо. Антон Сергеевич, вот у нас в законе по работе законодательного собрания прописано четко, что депутат в случае невозможности посещения работы комитета или законодательного собрания в установленной форме должен уведомить руководителя комитета заблаговременно. Это прописано напрямую у нас в законе. В случае, если депутат не выполняет это требование, ну, соответственно, последствия. Вот, последствия я не хочу обсуждать, но эта норма не была выполнена. Все, что касается встречи. Я сегодня в 9.30, ой, извините, в 10.00 встретился с Ларисой Николаевной Емельяновой. Я спросил ее, почему она не была на этих комитетах. Она мне пояснила, что у нее была веская причина. Я, значит, передал ей такую бумагу, попросил, чтобы Лариса Николаевна, ну, письменно составленная, чтобы Лариса Николаевна расписалась мне на этом документе, что она приняла от меня, как раз на меня поступило обращение, как на заместителя председателя законодательного собрания, о ее регулярном непосещении комитета. Нерегулярность, извините, мы считаем два и более раза. Здесь мы два раза. В чем, какой еще конкретный вопрос может быть? Скажите мне. Человек не пришел на рабочее место, не пришел на работу, на комитет. Коллеги, я просто... Значит, еще один вопрос позволю. Да, ну, мы прекрасно все владеем регламентом, да, но... Другой-то вопрос. Я почему говорил заблаговременно? Почему сегодня перед заседанием вы его пригласили? Если там был какой-то прогул, по вашему мнению, там от 9-го числа. Может быть, было смысла. А вдруг у человека были проблемы какие-то, там, семейного характера, да все что угодно. А мы сегодня вопрос фактически просто направляем в публичную плоскость. Ну, всякие ситуации бывают. Слушайте, а не дай бог, что у человека случилось. Может быть, такая ситуация. А мы его сегодня вот давайте... Антон Сергеевич, не вопрос, а выступление получается. Давайте выступление чуть позже, хорошо? Лариса Николаевна вопрос хочет еще задать. Антон Сергеевич, я готов с вами не согласиться. Почему? Потому что мы этот вопрос не рассматриваем в публичной плоскости, как вы говорите. А мы лишь предлагаем данную проблему обсудить на комитете по депутатской этике. Все. Спасибо. Так, Лариса Николаевна, вопрос. Да. Дмитрию Анатольевичу или к Павлу Генриховичу? Дмитрию Анатольевичу, значит, будучи на заседаниях, на комитетах, мы видим явку. Она, конечно, хромает не только у меня, как вы правильно заметили, но и у других депутатов. И у меня в связи с этим вопрос. Вы можете сейчас представить мне заявление тех депутатов, которые не ходят на комитеты в письменной форме? Лариса Николаевна, скажу, как есть. Нет, конечно. Я не обладаю такими полномочиями, такими мероприятиями. Когда сейчас этот вопрос встает относительно меня, Ваши слова сказал, рассмотреть присутствие или отсутствие тех или иных депутатов на комитетах, в том числе и на постоянной основе, без уважительной причины. Антон Сергеевич эту тему затронул, но Вы не удосужились выяснить, какая-либо уважительная причина, была ли она у меня. И в законе, в статье 18 написано, эти причины указаны. Возможно, эти причины как раз и подходят под эту статью, но Вы даже не удосужились меня об этом спросить. Спасибо. Лариса Николаевна, я так понимаю, Роман Валерьевич, это было не вопрос, это было тоже выступление. Я думаю, что это больше похоже на судилище. Вот именно сегодняшняя ситуация. Спасибо. Ну, очень здорово. Роман Валерьевич, включите, пожалуйста, микрофон. Я не понимаю, почему Владимир Николаевич ушел. Значит, коллеги, Владимир Николаевич передал мнение в ведение заседания. Он не присутствует на обсуждении такого животрепещущего вопроса. Владимир Николаевич свои предложения озвучил. Мы их с Вами сейчас тоже проговорим. Коллеги, есть ли еще депутаты, желающие задать вопрос? Сергей Валерьевич, вопрос Казаков задаем. Или выступление? Нет, я выставлю. Вопрос, Дмитрий Анатольевич, вы сразу предлагаете на комитет по этике. Ну вот, поверьте, мы ему большому опыту работаем в законодательном собрании. К большому сожалению, в том числе и люди на постоянной основе, иногда они ходят на комитеты больше двух раз. Но почему же сразу на комитет по этике? Может быть, просто, ну и так уже, мне кажется, Лариса Николаевна поняла, что все серьезно. И если у нее есть уважительные причины, объяснить. Может быть, не надо сразу на комитет по этике? У меня вот такой вопрос. Спасибо. Сергей Валерьевич, спасибо за вопрос. Просто я вам хочу сказать, комитет по этике – это очень мягкая такая, достаточная форма, где мы на самом деле хотим выяснить причины отсутствия Ларисы Николаевны. Если они являются уважительными, то мы просто укажем, что в будущем, Ларису Николаевну, с учетом ваших уважительных причин, пожалуйста, предупреждайте непосредственного руководителя Антова Павла Генриховича о том, что вы не можете присутствовать на комитете. А по-товарищески на комитете вы не можете это вот обсудить вот у себя? Мы хотим по-товарищески. Мы хотим по-товарищески. Мы хотим по-товарищески сразу. Ну, на комитете по-товарищески поговорили бы. Мне кажется, это было бы... Сергей Валерьевич, комиссия по этике, правильно мне сказали, это не чистилище и не суд. Это достаточно... Не даст Лега Шевченко, если надо разобрать, который был. У нас очень все миролюбиво и демократично проходит. Я понимаю, что мы здесь все миролюбивые, но просто сразу в рамках комитета можно поговорить с человеком. Сразу выносить уже в какую-то комиссию. Пусть даже там не... Сергей Валерьевич, спасибо. Вопрос понятен. Да, ответил, Андрей Анатольевич. Шамиль Валерьевич, вопросы? Да, вопросы. Дмитрий Валерьевич, вопрос первый. Считаете ли вы правильно, когда штатный, так скажем, депутат, работающий на соблюденной основе, очно не присутствует на заседаниях комитета, систематически, а подключается по видеоконференции? Напомню, что Владимир Николаевич сказал, что рабочее место у нас здесь. Это первый вопрос. Считаете ли вы это правильно? Правильно или неправильно? Вопрос понятен. Спасибо, отвечу. Да, я считаю, это нормально. Если человек присутствует на комитете и голосует в режиме ВКС... Штатный депутат. Нет, я говорю, штатный депутат. Почему он не присутствует? Штатный депутат, я считаю, это нормально. Депутат может быть на выезде, депутат может быть на предприятии. Если он предупреждает об этом председателю комитета и говорит о том, что я могу сегодня участвовать в режиме ВКС, вопросов никаких нет. Нет, пожалуйста, участвуйте. Но только придите, пожалуйста, придите и проголосуйте. Ваш голос очень важен. Вот чем вопрос. Шамиль Леофайлович. Я считаю, что это тоже неправильно. Шамиль Леофайлович, коллеги, давайте... Вот, коллеги, слушайте, вот у меня предложение ко всем. Спасибо за вопрос, спасибо за ответ, Дмитрий Анатольевич. Коллеги, в принципе, мы с вами, когда повестку обсуждали, ну, все, мне кажется, уже проговорили. Вот, и, ну, правда, переносить вот вопрос в политическую плоскость. Давайте, вот, есть регламент, Дмитрий Анатольевич этим регламентом воспользовался, это его право, унес предложение. Вот, мы сейчас либо поддержим его предложение рассмотрения на этике, либо не поддержим. Вот, ну, конечно, я сейчас каждому, кто хочет выступить, и уж тем более Ларисе Николаевне слово предоставлю, поэтому, Лариса Николаевна, пожалуйста, вступление. Да. Пожалуйста, вступайте. Спасибо. Здравствуйте, депутаты Антова и Рожкова. Если посмотреть историю моих посещений и комитетов, и законодательного собрания, то там только зеленый свет. И если меня не было на последних двух заседаниях, то, наверное, у меня были весомые и уважительные причины, о которых ни мой работодатель, ни вы, как курирующие комитеты, никогда меня, ни разу меня об этом не спросили. Ну, просто чисто по-человечески. Вопрос, почему сразу на ЗС вынесли этот вопрос? Ну, я думаю, ответ очевиден. И, Роман Валерьевич, вы говорите, не переносите в политическую плоскость. Ну, почему же? Я не случайно начала говорить о том, что мое заявление относительно вас так долго рассматривалось. А вот ответка прилетела. Заявление, воспользовавшись ситуацией, не спрося меня ни о каких причинах, ни по-человечески, ни по-товарищески, не поговоря со мной, вы решили сразу на ЗС. Ну, что ж, это ваше право. Хотя в том же законе о статусе депутата Законодательного собрания в том числе есть статьи, которые позволяют депутату и требуют от него в том числе работы прежде всего первым пунктом с избирателями и так далее и тому подобное. Вот именно поэтому, ну, вы вот этим своим заявлением многим меня научили, многим меня научили, и теперь я буду вести график посещения депутатов на постоянной основе и своевременно буду реагировать на систематическое опоздание, а также не посещение комитетов данными депутатами. И, Дмитрий Анатольевич, я помню заседание комитета по аграрной политике, в 2014-м оно проходило, когда мы всем комитетом сидели и ждали вас, вас. Ну, молча просто сидели и ждали. Вот. И я считаю, что этот вопрос сегодня вынесенный вами и обсуждение, это как бы... Как вы сказали, судилище, это дружески и корректно, вы могли в том числе и мой работодатель, и мой непосредственно представитель моего комитета, мог прежде чем обращаться в ЗС, просто спросить меня, почему же меня не было. И еще один момент, буквально корректно. Завершайте вопрос. Возвращайте вопрос. Возвращайте комитета по этике, я вам предоставлю те объяснения, которые подходят под статью 18-ю вышеназванного закона. Вот, поэтому я думаю, что уж навряд ли вы будете на ЗС извиняться передо мной, если объяснения будут соответствовать данному закону. Спасибо. Спасибо, Лариса Николаевна. Коллеги, кто настаивает еще на выступлении? Сергей Евгеньевич, выступление? Да. Пожалуйста. Да. Уважаемые коллеги, ну, я хотел, так, чтобы справедливость тоже восторжествовала, сказать, что Лариса Николаевна регулярно посещает комитет по социальной политике и здравоохранения. Вот, всю нашу ковидную историю, мы с ней, как правило, вдвоем сидим перед экраном и, соответственно, принимаем те решения, которые в компетенции комитета находятся. Вот, и я предлагаю, ну, мне кажется, на комиссии по этике мы как-то не должны рассматривать этот вопрос. Это же вопрос не этики, почему какой-то депутат не ходит на комитет. Это вопрос регламента, там, или трудового законодательства. Я предлагаю, ну, вот, информацию рассмотрели, принять к сведению, а на комитет по этике не наносить. Спасибо. Так, Максим Леонардович Шевченко. Пожалуйста, Максим Леонардович. Уважаемые коллеги, спасибо. Знаете, мне тоже соглашусь с коллегой Бирюковым о том, что данный вопрос, мне кажется, не является вопросом этики. Дмитрий Анатольевич, я понимаю вашу озабоченность, я понимаю позицию Ларисы Николаевны. Коллеги, я предлагаю на пустом месте не ссориться и не выяснять какие-то межпартийные или иные отношения. Данный вопрос, на самом деле, всегда можно было вызвать, как бы выяснить разговором прямым Дмитрия Анатольевича, Ларисы Николаевны, Владимира Николаевича, который, на самом деле, является формально работодателем для всех депутатов, работающих на постоянной основе. Поэтому, мне кажется, что в данной ситуации какая-то такая травля, которую подвергает депутата Емельянова, она выглядит несколько странно. Честно вам скажу, спасибо. Дмитрий Анатольевич, пожалуйста. Добрый день, еще раз, уважаемые коллеги. Я тоже считаю, что как-то с этим это никак не связано. Я вот поддерживаю твою коллегу Бирюкова. Поэтому я предлагаю, на самом деле, принять сведения. Ну и рекомендовал коллегам на комитете все-таки обсудить внутри своего комитета. Вообще, в моей практике впервые я сталкиваюсь с тем, что мы обсуждаем посещаемость на комитетах. Вот так, одного человека, публичное, я не помню, чтобы такое было. Ну да, конечно, у нас 11 человек работает на заработной плате. Мы все остальные 27 человек работаем на общественных, как говорится, сначала. И ищем время свое личное, чтобы участвовать в комитетском, в предназательном собрании. Может быть, с этих депутатов, конечно, какой-то повышенный спрос. Они получают деньги налогоплательщиков, я согласен с этим. Но, на мой взгляд, на самом деле, на пустом месте возник вопрос. На мой взгляд, на пустом месте. Можно было по-товарищески разобраться, сделать определенные там внушения. А тем более, если это уважительные причины, говорили с Николаем, то вообще это тогда вопрос не стоило выносить. Сначала надо было разобраться. Я считаю, некомпетентность проявил руководство, на мой взгляд, комитета и курирующий заместитель. Унесли какой-то вопрос сырой. Сырой вопрос. Поэтому предлагаю принять сведения и закрыть эту тему. Спасибо. Спасибо. Так, коллеги, я бы, наверное, предложил все-таки закончить обсуждение. Вот, если позволите, два небольших комментария. Дело в том, что на самом деле предложение Дмитрия Анатольевича рассмотреть вопрос непосещения заседания комитетов Ларисы Николаевной, именно на заседании комиссии по этике, на самом деле это достаточно мягкое предложение. Дело в том, что правильно и сама Лариса Николаевна, и другие коллеги, выступающие депутаты, отметили, что вот дело в том, что такой двойственный статус получается в данной ситуации. С одной стороны, Лариса Николаевна депутат, и у нее такие же и права и обязанности, как у любого депутата. С другой стороны, она депутат, работающий на постоянной профессиональной основе в законодательном собрании, и в отношении ее действуют нормы не только закона о законодательном собрании, не только регламента на законодательном собрании, ну, как и, впрочем, в отношении меня, в отношении Дмитрия Анатольевича, в отношении всех тех 11 человек, кто получает зарплату. Но в отношении нас действуют и нормы трудового законодательства. И вот справедливости ради, и Лариса Николаевна тоже не даст соврать, и безусловно не только с ней, были у нас ситуации, то есть у нас же разные формы работы, то есть помимо заседания законодательного собрания, помимо заседания комитетов, у нас есть еще рабочие мероприятия, совещания, есть планерки в законодательном собрании. И, к сожалению, бывали случаи, в том числе и Ларису Николаевну, это не даст соврать, я лично с ней на эту тему разговаривал по-товарищески, когда без обложительных причин и без уведомления, ну скажем так, руководителя законодательного собрания, да, либо сотрудников аппарата, мы не могли того или иного депутата, в том числе Ларису Николаевну, на этих рабочих мероприятиях увидеть. Поэтому вот завтра, сейчас вот пока шло заседание законодательного собрания, на завтра договорились назначить заседание комиссии по этике, но не по вопросу Ларису Николаевну, а по тем вопросам, которые она вносила, в отношении меня там есть претензии, в отношении коллеги Алтухова. Ну, я думаю, завтра еще раз посмотрим, разберем ситуацию. Я, безусловно, я думаю, все мы поддерживаем предложение Владимира Николаевича Киселева о том, что действительно, может быть, посмотреть и нам опубличить график посещения депутатами всеми, всех заседаний комитетов, вернее, не посещения без уважительных причин. Ну, и я бы просто предложил вот отдельной строкой все-таки, вот, если мы такой график будем опубличивать, именно указывать, кто работает на профессиональной основе, потому что, ну, действительно, получать зарплату от налогоплательщиков и не принимать участие в рабочих мероприятиях законодательного собрания, ну, это не только неэтично, но и неправильно с точки зрения трудового законодательства. Коллеги, позвучало предложение, одно предложение первое Дмитрия Анатольевича рассмотреть на заседании комиссии по вопросам депутатской этики в законодательном собрании Владимирской области вопрос о пропусках депутатам Небеляновой Ларисы Николаевны в заседании Постоянного комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии. Пропуски были 25.06.09.07, два последних. Вот, это первое предложение. Переходим к голосованию. Кто за данное предложение? Прошу проголосовать. Коллеги, уже отключились или голосуем? Так, коллеги, 17.09.5 воздержалось. 18.09.27.5. Я просто нас с вами 35 человек, по-моему, в итоге, после того, как все подключились. А математически сейчас что-то не бьется, кажется, кто-то не голосует. 33 человека, получается, проголосовали. А, Владимир Николаевич, да, совершенно верно, Владимир Николаевич отключился, и кто-то может не голосовать. Ну, 19 человек проголосовало за предложение. Проходит и, наверное, тайное собрание у нас традиционно в августе месяце предполагается каникул депутатский. Но напоминаю всем и опытным, и тем, кто впервые депутатом в этом созыве избран, что в случае необходимости... Так, коллеги, меня отключили. В случае необходимости оперативно всех оповещаем, и мы с вами собираемся на заседание, в том числе и в августе месяце. А так до сентября месяца. Всем большое спасибо за работу. Продолжение следует...